В 50-е годы прошлого столетия в Центральном Казахстане стала бурно развиваться промышленность, добыча угля, разработка перспективных месторождений металлов, строительство предприятий черной и цветной металлургии. Для всего этого остров стал вопрос подготовки инженерных кадров. В 1953 году Совет Министров СССР принял постановление о дальнейшем расширении и улучшении подготовки инженеров по горным специальностям и открытии горных институтов во многих городах большой страны, в том числе и в Караганде. Миссия университета – это подготовка инженерно-технических кадров для индустриальной отрасли страны. Поэтому весь образовательный процесс, он практикоориентирован. И поэтому все образовательные программы проходят согласование с нашими индустриальными партнерами. И кроме того, в частности, для реализации дуального обучения в университете создано и функционируют 6 центров рабочих профессий и 7 центров сертификации профессиональные. Это, в частности, возможность для студентов получения профессиональных сертификатов Курсера, Хуавей, Международного института сварки, который признается практически в 56 странах мира. Вторым рождением института считается постановление от 31 марта 1958 года, принято тем же Советом министров СССР, о преобразовании Карагандинского горного института в Карагандинский политехнический институт. Это было обусловлено растущими потребностями в новых инженерных специальностях. Это было особое событие не только для жизни города и региона, но и жизни республики, так как в тот период это был первый политехнический институт в Казахстане. На сегодняшний день университет выходит на качественно новый уровень подготовки научных кадров. Университет получил образовательные гранты, финансируемые Евросоюзом, для программ академической мобильности для наших магистрантов и преподавателей в странах в Германии, Австрии, Турции и Испании. Кроме того, по программе полошаг 500 ученых наши исследователи выезжают на стажировку в ведущие вузы Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи. Вот уже более 70 лет политехнический институт, а ныне технический университет, выпускает высококвалифицированных специалистов практически для всех отраслей промышленности. О качестве образования говорит тот факт, что 50 ученых университета удостоены звания «Лучший научный сотрудник года». Один из них – исполнительный директор университета Аристотель Исагулов. Карагандинский технический университет имени Аблакаса Сагенова ежегодно трудоустраивает наших выпускников в пределах 90-93%. Например, в этом году мы трудоустроили 2375 человек. Все они получили, даже некоторые выпускники по некоторым образовательным программам, даже два места. А так вообще 100% мы вручили им направление на работу. Это такие предприятия, как АО «Кармет», «Казахмыс», «Шубаргуль-Камир», «Соколов-Сарбайский ГОК», «Экебастуз-Камир» и другие предприятия. В этом году 136 предприятий изъявили желание трудоустроить наших выпускников. Лучше всего историю технического университета можно узнать в музейном комплексе. Экспозиция представляет собой своеобразную летопись истории становления и развития университета с 1953 года по 2008. Богатый и разнообразный материал представлен на персональных стендах, посвященных ученым, чья жизнь и деятельность были тесно связаны с университетом. Исторический материал показывает посетителям музея преемственность поколений, сохранение традиций, активное участие преподавателей и студентов в общественной жизни. Особое место отведено памяти академика Абалкаса Сагинова. Здесь вашему вниманию представлен рабочий кабинет нашего первого ректора Сагинова Абалкаса Гиновича. Это его домашний кабинет, подаренный родственниками музея. Это кресло, за которым он сидел, его рабочий стол. И здесь вы можете увидеть студенческую тетрадь Сагинова обилия. Она датируется 1934 годом, то есть этой тетради уже 90 лет. Также здесь показана его записная книжка. Сюда Абалкаса Гинович записывал высказывания выдающихся людей, которыми потом руководствовался по жизни. И его книга «О пройденном пути». В этой книге Абалкаса Гинович рассказывает о своей жизни, о том, как он пришел в наш институт, как вуз развивался под его руководством, его встречи со знаменитыми современниками. Университет не только готовит инженеров, но и занимается разработкой новых технологий, изобретением материалов с новыми свойствами. Иначе говоря, большую часть занимает научная деятельность. К примеру, доктор-PHD Виолетта Андреащенко в инженерно-испытательной лаборатории университета занимается разработкой новых сплавов. Это принципиально новый сплав. Он обладает низким весом. Этот низкий вес позволяет его использовать в таких конструкциях, где требуется облегчение веса, для замены стальных изделий. Сплав является очень легким, но одновременно очень прочным. То, что мы сейчас проводили испытания, то есть смешивали различные компоненты, в дальнейшем это подвергается синтезу методом аддитивных технологий. То есть, когда слой за слоем мы выстраиваем именно тот размер материала, который нам нужно. После синтезирования подвергается термообработке, и в итоге мы получаем твердость в 3 раза превышающую твердость сплава. При этом вес сплава в 2 раза легче, чем вес стальных аналогичных изделий. Виолетта Андреощенко работала над этой темой 3 года. За это время побывала на стажировке в Чехии, провела множество теоретических и практических исследований. Как результат 4 патента, среди которых и новое устройство. Ориентир идет преимущественно на наноструктурные материалы, на анокристаллические материалы, а также материалы, которые обладают уникальными свойствами, и в настоящее время в мире нигде они не изобретены. Данным сплавом я занимаюсь с 2012 года. Успешно уже реализовано ряд исследований, ряд составов проверено, опубликованы научные статьи в высокорейтинговых журналах, казахстанских журналах, ближнего и дальнего зарубежья. Работы хорошо оцениваются коллегами из других вузов, из других стран. Мы их докладываем на конференциях, на симпозиумах, обсуждаем какие-то тренды современные. И в зависимости от этих трендов уже можно формировать дальнейшие свои предпочтения и интересы. Но в любом случае текущее исследование, оно остается актуальным, потому что аналогичных результатов их еще не достигнуты, они еще не достигнуты в мире. Мы занимаемся этим материалом, занимаемся термической обработкой этого материала в дальнейшем, и будем его практически применять для реализации. Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных главой государства. В связи с этим на кафедре транспорт и логистические системы под руководством доктора технических наук профессора Адиля Кадырова научная группа разработала ультразвуковые, электроимпульсные и лазерные замедлители для уменьшения загрязнения окружающей среды вредными газами, выходящими из автомобилей. Эти загрязнители устраняют вредные компоненты, содержащиеся в выхлопных газах, с помощью физических методов и могут в будущем полностью заменить более дорогие и менее надежные каталитические нейтрализаторы. Предлагаемые замедлители позволяют значительно снизить загрязнение воздуха. Новые инновационные устройства сегодня представляют множество возможностей. Например, в горнодобывающих отраслях страны в целях обеспечения безопасности используются дроны. Считается, что цель этих устройств – поставить безопасность людей на первое место. Наша лаборатория направлена на обеспечение безопасности ведения горных работ и сохранению человеческих жизней. Инновационными методами, дистанционным зонированием земли и применением бесплатных летательных аппаратов мы попадаем в те места, куда затруднен доступ к человеку или опасно для нахождения его. Собираем информацию, детализируем ее, анализируем и производим оценку рисков, насколько это опасно. Также мы сотрудничаем с большинством горнодобывающих предприятий Казахстана. Это одна из наших работ. Здесь выполнялся мониторинг с применением бесплатных летательных аппаратов. Зона, получается, карьер. Руслан, можешь уменьшить, чтобы мы видели? Вот у нас есть карьер и засыпан отвалом. Также, когда отработали все запасы карьера, перешли на подземную отработку. Руда начала отрабатываться подземным способом. Соответственно, когда из подземных горных выработок забирают руду, образуется пустота, которая со временем заполняется, и на поверхности образуются воронки. В данном случае мы видим, что на этом отвале множество воронок. Их размеры абсолютно разные. Там по 10-20 метров глубина воронок есть. И сейчас мы покажем именно образование новой воронки, которая была нами зафиксирована. Руслан, курсором покажи. Именно красным обозначено. Вот мы видим, здесь ее нет. На следующей серии в этом месте уже появилась воронка. Произошло обрушение. А также мы можем взять все геометрические параметры. Какие размеры этой воронки. Следующая лаборатория – Международный центр материаловедения. Он был открыт в 2015 году благодаря финансированию Всемирного банка. Здесь ученые занимаются исследованиями по темам в рамках выделенного финансирования. Данный центр является единственной и первой подобной лабораторией в республике. У меня тема связана с пористыми материалами. Непосредственно мы сейчас стоим в лаборатории рядом с оборудованием с ртутной параметрией. Это тоже, кстати, стоит отметить, что единственное оборудование, которое находится в Казахстане, мы тоже закупали напрямую у поставщиков, это, знаете, где-то лет 5-7 лет тому назад. А если спросите, да, на каком направлении мы работаем? Если коротко сказать, то многие темы направлены на улучшение свойств стали и сплавов. То есть это вот разным методом мы улучшаем свойства стали и сплавов, затем уже выходим на внедрение на производство. А на кафедре разработка месторождений полезных ископаемых занимаются разработкой специальных программ для буровзрывных работ с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Так как в горной промышлении основным процессом являются буровзрывные работы, поэтому мы в стенах университета имеем возможность только предоставлять теоретические знания, а практические навыки мы хотим закрепить путем VR-приложения, где студенты практически могут осуществлять процесс бурения, заряжания и взрывания. Кроме того, на кафедре разработан комплекс дисциплин для международного образовательного модуля «Экомайнинг-инжиниринг». Цель программы заключается в повышении эффективности и экологической устойчивости реализации горных работ посредством сотрудничества между партнерами и вузами для подготовки специалистов нового поколения в области экологических, экономических и управленческих достижений в области добычи и переработки природных ресурсов. «В настоящее время нами разработана вся рабочая документация и приняли в этом году мы магистрантов. По программе «Экомайнинг» мы будем готовить магистрантов, где подразумевается академическая мобильность в рамках данного проекта. А также в этом году, в августе месяце, мы стали победителями еще одного проекта по программе «Эрасмус плюс» совместно с Фрайберской горной академией Германии. «Мы стали победителями программы «Эрасмус» по направлению мобильность. То есть шесть магистрантов и шесть преподавателей нашей кафедры будут иметь возможность пройти мобильность Фрайберской горной академии в этом году и в следующем году». Сегодня Карагандинский технический университет является одним из ведущих технических вузов страны и входит в рейтинг престижных мировых университетов. Учиться здесь не только престижно. Каждый студент знает, что по окончанию вуза ему гарантировано трудоустройство. За 70 лет устойчивого развития у университета сложилась высокая академическая репутация. Университет имеет высокий научно-интеллектуальный потенциал. И на сегодняшний день университетом реализуются проекты грантового и программно-целевого финансирования, общим объемом финансирования на более чем полтора миллиарда тенге. И мы до конца этого года ожидаем, что такое финансирование будет еще более 2 миллиардов тенге, поскольку мы заключили два концерциальных соглашения с организациями и компаниями, заключили 34 договора на софинансирование от наших индустриальных партнеров для поддержки научных исследований, а также 27 договоров с крупными промышленными предприятиями для решения их актуальных производственных задач. В прошлом году Карагандинский технический университет отметил свой 70-летний юбилей. За это время он подготовил более 100 тысяч специалистов, которые успешно трудятся почти на всех производственных предприятиях республики, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня университет сотрудничает с вузами 24 стран мира. Активно участвует в международных, научных и образовательных проектах. Ученые занимаются разработкой новых технологий, которые позволяют формировать прочный промышленный каркас страны. Редактор субтитров А.Семкин